Бакинский Илья Муромец меня спрашивает, очевидно, про интервью высказывания Путина в его передаче «Москва-Кремль» и так далее. Как вы думаете, почему Путин, говоря об истории начала Карабахской войны, исказил факт, якобы все началось в 988 году с города Сумгаида? Все началось задолго до Сумгаида. В 87 году началось изгнание азербайджанцев с Кафана Гукарка. Это никто не знает. Поймите Бакинский Илья Муромец. Этого никто не знает. Об этом не снималось в фильмах. Большинство населения России вообще даже не знает, что в Армении жили какие-то там азербайджанцы. Как азербайджанцы? Они жили, наверное, в Азербайджане, а армяне жили в Баку, мы знаем. А то, что в Армении жило порядка 300 тысяч, а кто-то говорит, и даже больше азербайджанцев, причем жили они не только вдоль границы с Азербайджаном, а жили около Сивана, в Дилижане были азербайджанские села. С 87 года началось их вытеснение, вы совершенно правы, началось изгнание людей. Но Сумгаид при этом все равно это вещь непростительная. Азербайджан провел судебный процесс по Сумгаиду. Я предлагаю фильм снять. Вот Рустам Ибрагимбеков мне говорил в интервью, что у него есть сценарий фильма про Сумгаид, и я уверен, что Рустам Ибрагимович, великий сценарист, великий деятель культуры, деятель кино, конечно, снял бы великолепный фильм. Поэтому я думаю, что надо снять про Сумгаидскую трагедию и вообще фильм, в котором драматургическим и высокохудожественным образом показать истоки всей этой трагедии, всей этой беды. Снять ее не в однобоко пропагандистском ключе таком, знаете, одни плохие, другие хорошие. А злодеев показать злодеями, хороших показать хорошими, жертв показать жертвами. Мне кажется, это существенно. Это важный момент. А Путин так говорит, потому что ему так рассказали. Он ему так, как говорится, сообщили об этом его помощники, поэтому вопрос не к Путину, а к тем, кто его готовил к этому интервью. Ведь по истории Путин же не историк и не обязан все знать, что там было в истории. Но он, как говорится, вполне, его аппарат обязан разбираться в таких вещах. Значит, это сознательное искажение истории. Потому что Сумгаид уже делался, в нем участвовали люди, это было на фоне тех людей, как и Баку, которые были изгнаны из Армении и из Карабаха. Началось уже изгнание азербайджанцев. Более миллиона азербайджанцев утратили свою родину. Об этом никто в России вообще не знает. Сейчас говоришь, вы знаете, что на этих землях армяне составляли за пределами Нагорного Карабаха менее 2% населения. Да, удивленные у нас лица делают. Правда, а кто там жил? Там жили азербайджанцы. А куда они делись? Продолжается идиотский диалог. Их выгнали. Кто? Вооруженно-армянские формирования при поддержке тогда российской и еще советской армии, которая началась. Правда? Правда. Ой, мы ничего не знаем. Ну, Максим Ильич, вы, наверное, что-то выдумываете. Нет, я ничего не выдумываю. Сегодня, когда мы видим видеокадры, когда азербайджанцы возвращаются в освобожденные села, мы видим оскверненные, разоренные мечети. Физули, Джабраила, Шуши, Агдама. Мы видим разоренные кладбища мусульманские. Для меня, честно говоря, разницы нет. Разорять хоть мусульманские, хоть христианские, хоть иудейские кладбища, хоть индейские, понимаете, священные кладбища, священные земли. Ну, индейские кладбища там так. Кто разорит, тот потом, кажется, мало не покажется, как говорят индейские шаманы. Это шутка. Но это сейчас я не шучу. То, что кадры, которые просто Азербайджан демонстрирует из освобожденных земель, они просто от них волосы дыбом встают. Ну, ладно. Сейчас, допустим, озлобленные люди уезжают, вырубая леса и поджигая свои дома, режут скот. Полно из таких, чтобы не оставлять тем, кого они считают врагами. Ну, извините, а 30 лет там что было? А вот когда они пришли, там ничего же, там все, все культурные артефакты пребывания азербайджанцев просто уничтожались. Мечети превращались в свинарники, кладбища запахивались. И это ужасно просто. Я предлагаю собрать белую книгу военных преступлений, культурных преступлений на этой территории. Ну, просто проблема азербайджанцев в том, что вы так вот нацелены на самом деле на мир всегда. Технологично так вот не работаете. Никто не знает про эти страдания, изгнанных из Армении. Теперь нигде не показывают в России. Посмотрите, никто не обсуждает то, что верят азербайджанцы в освобожденном Агдаме, Физурили и Джабраиле. Ни на Первом канале, ни на ВГТРК, ни на НТВ что-то я не видел. Я вот спрошу моих режиссеров, может вы видели? Нет? Тоже не было никакого обсуждения вот этих видео с разоренных, оскверненных мечетей. А русская православная церковь в Шуше, которую превратили в армянскую церковь, православную, превратили в монофизитскую церковь, между прочим. А армяне не православные, для тех, кто этого не знает, они монофизиты. Они в V веке, церковь древняя раскололась на тех, кто признал Халкидонский собор, учение о Христе, о том, что в Христе не слитно сочетается богочеловеческая природа. И те, кто не признал Халкидонский собор, полагая, что во Христе божественная природа давлеет над человеческой природой. Их назвали монофизитами. Вот армяне, армянские епископы, не приехавшие на Халкидонский собор, не признали его и провели свои Вселенские соборы. У них есть свой список Вселенских соборов. С V века армянская церковь не православная. Я при этом, мне лично все равно, я очень хорошо отношусь к армянскому народу самому, как и к католикам. Мне все равно, католики итальянцы или не католики, что они не православные, это не мешает мне бывать в Италии или в Германии, дружить и общаться с лютеранами и так далее, с евреями общаться, с мусульманами. Мне все равно, какая у человека религия, просто чисто формальная. Православный храм в Шуше стал армянским храмом. И еще там показывают тоже православные храмы, которые, как говорится, стояли разоренные.